В республике принят закон о мелиорации. Развитие орошения позволит аграриям избежать многих проблем, с которыми они столкнулись в этом году. Без развития мелиорации трудно представить дальнейшую судьбу сельского хозяйства. В уходящем году эта мысль звучала как никогда часто. Такой засухи, как в 2020-м, у нас не было 70 с лишним лет. Аграрии в конце года обычно подсчитывают, что удалось заработать за сезон. Но этот год для многих заканчивается со знаком минус. Урожай погиб без полива. На восстановление и развитие оросительных систем нужны большие вложения. Теперь есть закон, который позволит выделять и контролировать государственные средства на мелиорацию. Цель очень простая. Обеспечить все земли сельхозугодий, большая часть которой подпадает под необходимую категорию, с соответствующими мелиоративными сетями, чтобы земли были орошаемыми, чтобы наши сельхозпроизводители могли гарантированно получать урожай. Еще года четыре назад в Приднестровье под поливом было всего 8 тысяч гектаров земель. На сегодняшний день уже 18. Увеличить поливную площадь удалось благодаря государственной поддержке сельхозпроизводителей. Это льготные кредиты на закупку поливного оборудования и техники из фонда госрезерва, замороженный тариф на воду, содержание и ремонт головных насосных станций за счет государства. Теперь на основании нового закона будет создан фонд развития мелиорации. Если мы выполним задачу, которая поставлена в план развития мелиорации, по подготовке программы развития, как ее называют, государственная целевая программа, то за счет этих средств возможно увеличить площадь до 30 тысяч гектар в ближайшие 4-5 лет. Фонд развития мелиорации будет формироваться за счет целевого сбора. Он вводится с 1 января. 50 рублей с каждого гектара сельхозугодий. Специалисты уже подсчитали – расширение поливных площадей может на треть сократить дефицит собственных овощей. Будет больше кормов – значит вырастет производство молока и молочной продукции. А еще полив на полях – это новые рабочие места, больше поступлений в бюджет. И уверенность, что огромных потерь от засухи у нас больше не будет.